А мы продолжаем наш выпуск. Руководитель страны подписал постановление о дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности. Согласно документу, утверждается стратегия развития в данном направлении на 2022-2026 годы. А для создания благоприятных условий для легализации торговли интеллектуальной собственности будет создан специальный интернет-аукцион «Интеллектуальная собственность для всех». Все детали раскроют комментарии нашей программы. Как известно, ежегодно в мире широко отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Иными словами, таким образом было привлечено внимание общественности к вопросам охраны плодов интеллектуального труда на уровне принятия целого ряда международных и национальных документов, что подразумевает охрану творений человеческого разума, изобретений, литературных и художественных произведений, символики, названий, изображений и образцов, используемые в торговле и в системе координат получения определенной прибыли. Вы знаете, вопрос интеллектуальной собственности во всем мире является драйвером развития любого общества, любой экономики, любой страны. В данном Всемирной организации интеллектуальной собственности стоимость интеллектуальной собственности, то есть нематериальных активов, уже превысила стоимость материальных активов и составила более 65 триллионов долларов, что составляет почти три экономики Соединенных Штатов Америки. За последние три года в стране проделана огромная работа по развитию сферы интеллектуальной собственности. Произошли институциональные, законодательные изменения в этой сфере. За период с 2018 по 2022 годы Узбекстан присоединился к четырем международным договорам. Количество патентов и соответствующих удостоверений по сравнению с 2016 увеличилось в более чем три раза. Однако истинный потенциал республики в этом плане еще не полностью реализован. Для придания нового импульса в сфере президент подписал постановление о дополнительных мерах по дальнейшему развитию сферы интеллектуальной собственности. Здесь главная концепция от эффективной правовой охраны к надежной правовой защите интеллектуальной собственности. То есть акцент смещается в пользу именно правовой защиты, что как раз таки очень важно для конкретного инвестора, для конкретного представителя творческой деятельности. Регистрация объектов интеллектуальной собственности. Здесь предусматривается также ряд мер, которые будут дальше служить снятию отдельных бюрократических барьеров в системе регистрации объектов. Согласно документу утверждается стратегия развития в данном направлении на 2022-2026 годы. И как показывает опыт развитых и развивающихся стран, только комплексный подход к работе может дать результат в обозримой перспективе. Также утверждается дорожная карта по притворению в жизнь семи приоритетных направлений стратегии в разрезе 38 мероприятий. Согласно дорожной карте по реализации стратегии развития интеллектуальной собственности Республики Узбекистан намечается ряд комплексных мер по развитию семи направлений интеллектуальной собственности Республики Узбекистан. Такие как совершенственное законодательство, внедрение информационно-коммуникационных технологий при регистрации объектов интеллектуальной собственности, налаживание и укрепление и развитие международного сотрудничества в данной сфере. Агентства по техническому регулированию в рамках защиты прав на интеллектуальную собственность осуществляют контроль неукоснительного соблюдения требований законодательства. В сфере технического регулирования и интеллектуальной собственности в процессе сертификации продукции, выдачи сертификатов соответствий и знаков. Агентства по развитию фармацевтической отрасли в процессе государственной регистрации, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. В частности, предотвращение фактов регистрации и продажи контрафактной продукции. Большое внимание в стратегии уделяется вопросу развития национального бренда Made in Узбекистан. Для этого, конечно, большая работа предстоит нам совместно с органами государственной власти на местах развивать национальные бренды, с тем, чтобы мы могли продевать свою продукцию за рубежом. Для этого предусматривается также оказание финансовой поддержки. Каким образом? Это регистрация своих объектов, товарных знаков, знаков обслуживания в иностранных государствах. То есть это международная система регистрации, которая обеспечивает защиту вашего объекта интеллектуальной собственности за рубежом. Помимо этого, устанавливается порядок, в соответствии с которым с 1 августа 2022 года проверки и изучения в следующих процессах проводятся с использованием портала охраны промышленной собственности Министерства юстиции. На данной платформе хранится вся необходимая информация и легко проверить новую продукцию на товарные знаки и промышленные образцы. Совершенствуется система защиты правообладателя через таможенные органы. Весь механизм введения и подачи заявки для попадания в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности будет проходить в электронном формате с возможностью наблюдения в онлайн-режиме. Таким образом, при поступлении контрафактной продукции правообладателю информируется в течение дня. До этого у таможенных органов не было полномочий по выявлению данных фактов по собственной инициативе. Требовалось обращение владельца. Упраздняется практика предоставления семи видов данных в процессе подачи заявления на предотвращение выхода на рынок контрафакта. Дело в том, что многие из этих данных носят конфиденциальный характер, и правообладатель просто не может знать, где и когда пройдет груз. Для создания благоприятных условий для легализации торговли интеллектуальной собственности будет создан специальный интернет-аукцион «Интеллектуальная собственность для всех». Появится бесплатная платформа для организации торговли разработками ученых, брендами, произведениями и музыкой, программами специалистов IT-технологий. Бесплатный доступ к нашей информационной базе, с помощью которой эти органы при регистрации уже будут учитывать вопрос принадлежности того или его названия интеллектуальной собственности этому заявителю. То есть на ранних стадиях, если у них интеллектуальная собственность, они нарушают чьи-то права, они отказывают в регистрации. То есть это позволяет уже после получения регистрации или сертификации предпринимателям уже осуществлять свою деятельность. Вносятся коррективы в плане исполнения целого ряда законов для расширения возможностей по размещению ущерба по обоюдному согласию в размере от 5 до 270 миллионов сумм. Предстоит поработать и по таким направлениям, как уважение к плодам интеллектуальной собственности и превращение ее в источник постоянного дохода. Знания в данной области новому поколению еще ой как пригодятся. Поставлена задача создать цикл новых учебных программ и учебников для молодежи. Поставленным президентом предусматривается проведение учебных занятий для представителей отраслей, для научных и образовательных организаций и предпринимателей. Мы будем разъяснять суть этого стратегии и как она будет работать на практике. Документам. Начиная с 1 мая 2022 года Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникации в полном объеме передаются полномочия Агентства информации и массовой коммуникации по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства о защите авторских прав при распространении, реализации аренды и доведения до всеобщего сведения, фонограмм, аудио-визуальных произведений. Поручается разработка и внедрение реестра правонарушителей в области авторских и смежных прав. Это позволит эффективно бороться с пиратством и сайты, которые не удалят незаконный контент, могут быть заблокированы. Согласно данному реестру, те сайты или веб-сайты или веб-платформы, которые нарушили и которые были выявлены Департаментом по интеллектуальности и собственности Министерства юстиции Республики Узбекистан, будут вноситься в данный реестр и доступ к таким веб-сайтам будет ограничиться вдоль того времени, пока эти веб-сайты не прекратят нарушение авторского права и прав. Естественно, подобная охранная система прав стимулирует творческую деятельность и создание новых произведений, научных исследований, аудио- и видеопродукций, отечественных авторов и организаций. Также постановлением президента утверждаются график проведения учебных занятий для сотрудников правоприменительных органов всех уровней по новым внедряемым механизмам правовой защиты и сексуальной собственности, график проведения учебных занятий для работников хозяйствующих субъектов по регистрации интеллектуальной собственности и введению ее в гражданский оборот, график проведения учебных занятий для сотрудников высших образовательных и научно-исследовательских организаций по повышению квалификации в сфере интеллектуальной собственности. Продолжение следует...